Девушки отдыхают 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 Но из того проекта, который в свое время рисовало нам архитектурное бюро из Испании, конечно же, такого космического корабля не будет. Но будет реконструкция гораздо проще, гораздо скромнее. Впервые план реконструкции вокзала презентовали во время первого международного экономического форума. По замыслу испанских архитекторов, один из которых принимал участие в проектировании стадиона футбольного клуба «Барселона», историческое здание железнодорожного вокзала можно было инсталлировать в современное сооружение и соединить его с помощью крытой галереи с морским вокзалом. Здесь и перроны, и спортивные площадки, и торгово-развлекательный комплекс. Красота, но очень дорогая. Такие умные вокзалы должны были появиться, кроме Мурманска, в Адлере и Анапе. Финансирование РЖД вело переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, ведь цена проекта 50 миллионов евро. Партнерами обещали выступить «Ренова» и «Роснано». Но хотя нам такой комплекс и «Нано», приходится жить по средствам. Впереди еще много круглых дат. Дай бог, когда-нибудь в Мурманске воплотят жизнь в полет мыслей испанских архитекторов. Если мы стремились к Штокману, о том, что он тут будет, вот этот газ сейчас придет, сегодня мы говорим уже о краткосрочной перспективе Штокмана, 17-й год, но и то не факт. Хорошо, давайте лучше о вас поговорим. Вот вы мне скажите, пожалуйста, а почему вас пригласили на этот пост? Вы же изначально были горным мастером, да, и, в принципе, вот работали североподземстрой. Потом, вот смотрю, в какой-то период вы стали так хорошо разбираться в судоходстве, в судоремонте. Теперь вы, значит, руководите имущественным комплексом. Немножко расскажите о себе. Вот самое интересное, что вы местный, вы из Кандалакши. Да, местный из Кандалакши. Но, увы, Кандалакши – это короткий промежуток времени, который связан только со школой и детством. Это 17 лет, и все, и больше мы в Кандалакши как бы вспоминаем только школьные годы. Активную пионерскую деятельность. А когда речь зашла о выборе профессии, я особо сильно не затруднялся, потому что мой отец закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В связи с тем, что я заканчивал тоннели метрополитены в Санкт-Петербурге, я получил распределение в Ленметрострой. Но было написано «Тоннельный отряд 10, город Кировск, Мурманская область». И когда я защищался именно в Ленметрострое, тогда директор Ленметростроя, вот с фамилией Федоров, у меня очень как бы повезло. И он тогда, бывший генеральный директор, сказал, «Олег, у тебя такой хороший диплом, все так замечательно, оставайся в Санкт-Петербурге, будешь у нас тут работать». А я же был тогда, мы все были очень идейные люди, мы говорим, «Нет, мы поедем на север, мы там будем осваивать». Ну, молодые, конечно, глупые были. Жалейте? Подождите, подождите, вы нам так что? Вот молодой девушке сказали, что очень перспективный региончик, надо так оставаться. Нет, но в то время мы, и действительно это было так, Мурманская область была очень перспективный регион, и сразу попали, естественно, и коэффициенты, и полярка, и отпуска, вот эти наши километровые, которые всю экономику нашу немножко портят. Вот, и я сказал, я поеду в город Кировск, буду там строить тоннели. И знаете, что он мне сказал? Оттуда люди не возвращаются. И он был прав, потому что к северу прикипаешь не только душой и телом, но север – это твоя жизнь, и она, эта жизнь, становится как бы на всю твою сознательную трудовую жизнь. Хорошо, давайте перейдем к такому интересному этапу вашей биографии, как работа в администрации. То есть вы были чиновником муниципального уровня в Кировске. Вы поехали сюда строить тоннели и стали чиновником. Ну, это нормальная карьера, в принципе, городообразующее предприятие поставляло кадры, я так думаю, в муниципалитеты. Вообще, вот я говорил, что Бленметростроев был директором Федоров, да, и когда я пришел на работу в город Кировск, буквально в течение полугода у нас поменялся генеральный директор, стал Федоров. Тот самый Федоров Сергей Геннадьевич, который успешно освоил недавно проект «Северо-западная фосфорная компания». Вот это мой, будем так говорить, первый учитель. Сергей Федоров, хотя родом из Читы, для Мурманской области свой. 20 лет строил тоннели и подземные рудники, а потом стал топ-менеджером. Северяне помнят его как генерального директора сначала Апатита, потом холдинга Фосакра АГ, а затем их конкурентов северо-западной фосфорной компании. По сути, именно он воплотил в Заполярье последний большой инвест-проект. Вместо обещанных пяти лет управился и построил рудник за два с половиной года. Построил и уехал в Магадан. Очередной рудник, а снова с нуля, но только теперь не не филиновая руда, а золото. Эх, нам бы таких Федоровых, да с их инвесторами побольше. Возвращаемся все-таки к чиновникам. Я уже этот вопрос до начала нашей беседы задавала. Переход был очень такой своеобразный, потому что к тем своим молодым годам, это было в 33 года, когда я ушел в администрацию города Кировска работать, у нас активно зашел банк Минотеп в Кировско-Апатитский регион и начал бизнес комбината Апатит в свои, так сказать, структуры к своим рукам прибирать. И вот эти 94-96-е годы, они как раз и были там такими бурными годами, когда неизвестно в каком направлении пошел бы комбинат Апатит. Я становлюсь заместителем главы города, который вот как раз курировал вопросы экономики, финансов, корпоративных отношений между компанией ФосАгро, Апатит и город. Все, все-таки задам я этот вопрос по поводу кровавой бойни в Кировске. Она при вас произошла? Нет, в то время я уже ушел из города Кировска, потому что в администрации города Кировска я отработал 8 лет, а раньше главу города избирали на 4 года и максимум 2 срока. И поэтому с тем главой города, который тоже замечательный человек, Борис Михайлович Проплетин, как Юрий Алексеевич Евдокимов говорил о нем, это те столпы, на которых строится муниципальное управление. И у нас их таких было немного. Это вот Юрлин в Снежногорске, часто о нем вспоминаем. Волошин в Североморске, Найденов Олег Петрович Мурманский и Проплетин Борис Михайлович. И я очень горд тем, что именно с этим человеком мне довелось работать вот эти 8 лет. Человек, который тоже бывший шахтер. Но это такой кладезь мудрости, богатства, а тем более он был одного возраста с моим отцом и он ко мне относился как к собственному ребенку. Поэтому у нас такие были отношения немножко как с сын с отцом. Но при этом, при всем это все было уважительно, это все было достойно. И все строилось на доверии. То есть, если нет доверия, то нет позитива, нет движения вперед. Доверие должно быть. Доверие к чиновнику, что он тебя не подведет. Доверие, ведь права даются только в том случае... Вот расскажите нам, что там произошло. Просто как-то тогда пошумели, что вот стрельба, углит сити-менеджер, предприниматель. И как-то какой-то рефлексии такой большой, я не помню. И чем закончилось все это дело? Вы поскольку знали, как выяснилось, всех трех фигурантов. Мы не могли не спросить нашего гостя о событиях марта 2009 года. Хотя бы потому, что Олег Мазунов сам работал в администрации Кировска и лично знал каждого из участников драмы. Тройное убийство прямо в кабинете у главы города поразило, испугало, вызвало замешательство и у простых обывателей, и у чиновников. Заголовки газет пестрили скандальными заголовками. Расстрел бюрократов. Предприниматель стрелял в систему. Так что же все-таки заставило 62-летнего бизнесмена из Кировска, Ивана Анкушева застрелить, сити-менеджера Илью Кельманзона и руководителя местного ЖКХ Сергея Максимова. А потом застрелиться самому. Ведь они знали друг друга много лет, работали вместе по партийной линии. У всех остались семьи. Мало того, все они по иронии судьбы теперь похоронены рядом, на одном кладбище. Вообще шокирующая ситуация. Она ни у кого в голове не укладывалась, потому что все очень хорошо знали Ивана Анкушева, тот, который стрелял. Илья Кельманзон. Но это вообще добрейший души человек был. Большой, сильный, здоровый. И просто эта ситуация, я не знаю, почему она произошла, но может быть где-то в каком-то моменте Иван замкнулся и не нашел выхода из той ситуации, и никто ему не подсказал пути выхода. Он же не был просто каким-то предпринимателем, у которого поехала крыша, как потом пытались переподнести. То есть здравый человек, вы сказали, что у него тоже биография непростая. Большой человек, в последнее время он просто очень часто судился. Судился с чиновничьим произволом, где-то с какой-то несправедливостью. Но это нормально сегодня. Вся Америка в судах, и никто этому не удивляется. То есть любой человек имеет право отстоять свою точку зрения. Хоть в судах, хоть в мировых досудебных отношениях. Но людей нельзя отталкивать, с людьми надо общаться. А здесь, скорее всего, получилось, что город Кировск хотел решить проблему по изъятию имущества, которое являлось муниципальной собственностью. А Иван это имущество арендовал. У него была сеть магазинов. Где-то на каком-то этапе они о чем-то, так сказать, не договорились. И все. И видно, забор выстроили между отношениями, между властью и между предпринимателем. И вот этот забор, он как раз, скорее всего, и сыграл тут роковую точку, которая дала толчок Ивану сделать такой шаг. Он просто другого выхода для себя не видел. Поэтому он этими выстрелами, как бы, ну, наверное, с его точки зрения восстановил справедливость. Выразил всю свою негативную эмоцию и реакцию по отношению к чиновникам и к власти. Ну, и убил себя, потому что другого выхода он тоже не видел, потому что знал, что, ну, по-другому и не должно было случиться. То есть он просто сам себя выстрелил. И какой резонанс получила при этом власть? Ну, может быть, по-другому стали смотреть на взаимоотношения между бизнесом и властью. Может быть, чиновники стали более открытые. Ведь сегодня чиновник, у нас Марина Васильевна, все время говорит, что вы, говорит, как в аквариуме, как рыбки те в аквариуме, вы должны быть насквозь видны. И куда вы плывете, что вы делаете. А вплоть до того, что еще внутреннее свечение у вас должно быть, чтобы вы все светили. Золотые рыбки. Нет, не золотые. Почему? Обычные, нормальные рыбки, но мы должны быть видны. Мы должны быть у всех на виду. Мы не должны закрываться в своих кабинетах. У меня вообще привычка кабинет у меня всегда открыт, даже вообще настиж открыт. Какие архиважные проблемы сейчас вы решаете? Те задачи, которые сегодня номер один стоят, это развитие Мурманского транспортного узла и открытие морского торгового порта Лавна. Прекрасно. Что у нас там новенького? У нас сейчас следом придется Аснин. Мы ему, конечно, этот вопрос зададим. У нас там есть нормальное, хорошее движение, и торговый порт Лавна прошел экспертизу, и они готовы приступить к работе уже по строительству угольного терминала. Но они не приступают к работе по той простой причине, потому что неизвестно, будет ли железная дорога или не будет. Ну вы-то знаете, будет она или нет. Вам вообще остались какие-то связи? Вы же можете там позвонить и спросить, будет железная дорога или не будет. Мой родной брат, он, окончив горные специальности, тоже тональщиком, но всю жизнь отработал на железной дороге и дослужился до генеральских погон, работал в управлении Октябрьской железной дороги. Вот, видите, как хорошо. Сейчас он ушел в проектный институт. Так или иначе, дорога будет. Сегодня вопрос решается, где она будет и как она будет. Для того, чтобы эти вопросы решить, мы должны подать документы в Росэкспертизу. Это путь небыстрый и путь связан с тем, что мы должны в целом проект защитить в Росэкспертизе. И она уже там подскажет, как выгоднее, как удобнее, как правильно провести железную дорогу. Но вопрос стоит в земельных отношениях. По Лавне тоже вопрос надо поднимать в суде, потому что сегодня нет взаимопонимания между Кольской администрацией о том, что этот проект нужен в первую очередь для Кольского района, а не для Мурманска. И не для чиновников этот проект делается, а для области, для ее благосостояния. И налоги, которые пойдут с территории, пойдут в Кольский район, ну вот как этого люди не понимают, я не могу это объяснить. Сегодня вопрос только в суде может решиться в Кольском районе. Поэтому торговый порт Лавна, он будет, дорога все равно там будет. Другое дело, что от того, как мы активно будем продвигать свои позиции, с такого срока мы и будем стартовать на стройке. Второй вопрос. Вы затронули передача объектов Минобороны. Есть решение президента о том, чтобы военные должны воевать. Они не должны заниматься теплоснабжением, содержанием детских садов и так далее. Насколько они охотно не хотят этим заниматься? В итоге родилось некое пакетное соглашение, которое включает 1680 объектов Минобороны, которые подлежат передаче в муниципальные образования и в том числе в собственность Мурманской области. Это пакетное соглашение сначала было согласовано с командованием Северного флота, потом западного военного округа, в который мы все, так сказать, входим военный. Потом с северо-западным территориальным управлением Министерства обороны, потом департаментом имущества Минобороны. И в итоге этот документ должен был попасть в Министерство обороны. А потом вдруг выяснилось, что в это пакетное соглашение были включены те объекты, которые находятся на территории закрытых городков. Многие объекты, которые вообще в натуре не существуют. Ну, например? Ну, например, мы выезжаем смотреть объект, допустим, там казарма, а там даже фундамент. Нет казармы. Ну, фундамент один остался. Ну, как такой объект? А как могло такое быть действительно? Просто написали на Абум, что ли? Вот как раз мы и подходим к второй функции Министерства имущества или департамента имущественников. То есть учет и контроль. Вот если мы говорим о Североморске третьем, да? Кто-то был в Североморске третьем? Да. Там находятся наши летчики-палубники, да? Гарнизон. Хорошая зарплата. Вечером пойти некуда. Что они делают? Не знаю, что они. У них детей там вот столько. Садятся на машины, наверное, и едут в Мурманск. Нет. У них очень хорошая рождаемость, хорошие зарплаты. А, по сути дела, времени слишком много вечером остается, поэтому детей девать некуда. Детский сад там обязательно нужен. Принято решение о строительстве нового детского садика на 220 мест. И проект сегодня в бюджете заложено 5 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. И эта стройка, наверное, с 2014 года там будет сделана. Но тот садик, который там сегодня есть, ну, если представляете, пятиэтажный дом, жилой дом, в цокольном этаже детский сад. Выше этой пятиэтажки все квартиры заколочены. Там отключено отопление. И чтобы отопление не делать вот через все стояки, через все пять этажей, военные просто поступили, пустили по потолку групп, где дети занимаются, где дети спят, отопление, горячее водоснабжение по потолку. Представляете, если пройдет прорыв, что будет тогда. И вот такие детские садики. И детей некуда деть, и другого ничего нет. А сам детский садик, да, там усилиями педагогов, воспитателей, конечно, он там поддерживается в хорошем состоянии. Чистота, порядок, вроде бы как бы все замечательно. Картинки, шторки. Но вот если мы говорим о том, что получить сертификат соответствия и на деятельность, ну как бы получить все разрешительную документацию на открытие детского садика, то мы его не получим. Вот если сегодня его принять в муниципальную собственность, это детский сад, и все, и зарегистрировать как вот дошкольное учреждение, детский сад, номер такой-то там, органом местного управления, то все, ему надо закрывать, потому что СЭС его не пропустит. И сегодня есть другой выход, о том, что сделать его филиалом какого-то другого дошкольного учреждения, да, и под лицензией того детского садика продолжить работать на этом детском садике, ну до момента, так сказать, строительства нового. Но это только потому, что есть желание чиновника решить проблему. Если мы тупо говорим, что не-не-не, СЭС не пропустит, все, кораул, труба, детей надо выгнать на улицу. Вот подход. То есть, либо мы решаем проблему, либо мы замыкаемся. Хорошо, вам нравится работать в правительстве? Нравится работать... Или вы думаете, господи, зачем я пошел в этот желтый дом? Желтый дом хорошо звучит. Понимаете, хорошо работать в команде. У команды есть вопросы, возможности оперативно решать вопросы. Ведь сегодня я могу первому заму губернатора, который курирует нас, в любой момент позвонить по мобильному телефону, по рабочему телефону, по имейлу написать, смс-ку написать. И он не всегда ответит, даст консультацию по тому или иному вопросу. То есть, у нас есть, помимо отношений, которые нас связывают по работе, у нас есть еще отношения вне работы. Ведь с Тюкавиным Алексеем Михайловичем мы познакомились как раз в период нашего судоремонта. Так получилось, что собственник нашего судоремонтного завода, он в свое время, в 2006 году, принял решение с целью оптимизации расходов и внутренних издержек часть территории завода уступить Норильскому никелю под организацию перегрузочного терминала. А Тюкавин Алексей Михайлович как раз командовал Мурманским транспортным филиалом Норильского никеля, а я командовал заводом. И у нас с ним были тесные взаимоотношения, потому что то имущество, которое осталось на территории уже бывшей судоремонтного завода, надо было быстро перебазировать на нашу территорию. Но в связи с тем, что перебазировать было некуда, мы этот вопрос всячески плохо решали. И с Алексеем Михайловичем доводилось каждый день общаться и решать те или иные задачи. Ну и может быть в процессе этих вот всех споров, разборок и взаимоотношений, наверное, родились какие-то другие отношения, которые позволили Алексею Михайловичу сделать выбор, когда он стал первым заместителем губернатора Мурманской области. Пригласите меня на работу. Вот мы прояснили, кто вас выяснили. Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Я поняла, что нам надо чаще встречаться, более узко выбирать темы, и вы нам все будете рассказывать и просвещать. Спасибо, что пришли. Спасибо. Приходите к нам еще. Хорошо, спасибо. Вообще это правильно, когда мы говорим о чиновнике не с точки зрения его профессиональной деятельности, а мы вообще говорим на человеческие темы о том, что человеку интересно, что человек мог бы рассказать дополнительно, шире своих знаний, своего кабинета или своих должностных обязанностей. И вот такие диалоги, конечно, надо проводить. Программа «Цвет власти Лайт» благодарит за помощь в проведении съемок «Баренцбар» отеля «Парк Инбай Рэдисон» «Полярные зори». Когда денег больше нет, для жены купить букет просит сын велосипед. Что же делать? Есть ответ. Корпорация «Монет». При деньгах. В любой момент. «Полярные зори 20», «Кольский 70», «Щербакова 14», «Город Кола», «Защитников Заполярье 49». Телефон 994-100. Спонсор программы «Цвет власти Лайт» Корпорация «Монет».